Археологи бьют тревогу. В России вновь обсуждается вопрос о внесении изменений в федеральный закон, который затронет деятельность ученых. Речь идет об отмене государственной историко-культурной экспертизы. Последствия могут стать катастрофическими, считают ученые. Наталья Хмелева продолжит тему. Эти кадры сделаны в 2020 году. Именно тогда вблизи Ангарского округа начались археологические раскопки. Их работа заложена в план строительства федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Ученым необходимо было извлечь из земли все предметы, представляющие историческую ценность. Об их нахождении в Усольском районе стало известно еще в прошлом веке. За два года исследований спасено более 100 тысяч находок возрастом от 10 до 30 тысяч лет. В основном это каменные лезвия и орудия для добычи огня и приготовления пищи. В ходе строительства этой дороги ученым удалось обследовать участки общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров и спасти колоссальное количество предметов, имеющих историческую ценность. Но, как опасаются археологи, проводить такие экспертизы перед строительными работами в ближайшем будущем перестанет быть обязательным. В результате чего многие значимые артефакты могут быть утеряны навсегда. Речь идет о поправках в градостроительный кодекс. Документ уже опубликован для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. В нем говорится, что из-под защиты уйдут многие участки земель, а также те, где строительные работы проводятся на глубине до полуметра. Такая законодательная норма станет настоящей катастрофой для археологов. По их словам, огромное количество исторических находок находится у самой поверхности. Все археологическое сообщество России к этому относится крайне негативно. У нас большинство археологических объектов геоценного времени находятся как раз на этой глубине. От дневной поверхности до 0,5-0,6 метров. То есть это априори уничтожение археологических объектов. А попадает под земли сельхозназначение индивидуальное жилое строительство дороги чуть не половина территории России. Как сообщают эксперты, доля выдающихся мировых археологических открытий последних лет совершена благодаря раскопкам, которые проходили перед строительными работами. Чтобы не закрывать дверь к дальнейшим научным достижениям, археологи бьют тревогу во всех социальных сетях. Они распространяют на своих страницах призывы с просьбой высказаться против возможных поправок в законодательстве. Сделать это можно на федеральном портале нормативно-правовых актов. Наталья Хмелева, Роман Буйнов, Местное время. Продолжение следует...